привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня мы поговорим о таком устройстве как сифон и о физических принципах его работы ну и надо сказать что специалисты утверждают что 90 процентов выпускников физфака не смогут правильно объяснить как работает сифон хотя казалось бы чего проще вот у меня в руках трубочка которая кстати говоря по-гречески так и называется сифон и она и есть основа этого устройства один конец трубочки я пущу в банку а второй наполненную водой а вторую в пустую банку но и сифон собственно вот у нас в сборке это такое устройство которое позволяет переливать воду из одного из одного сосуда в другой не наклоняя вот эту банку но вода не течет а для того чтобы он заработал надо подсосать с помощью груши ртом я этого делать не буду и вот вода потекла и она будет так течь пока вода не кончится в верхнем сосуде но кстати если я подниму этот конец повыше выше уровня воды в верхней банке то вода перестает течь и чтобы снова запустить сифон мне придется опять подкачать воду грушей ну теперь вода вытекает до конца ну и мы начнем обсуждать как же работает это устройство и в чем сложности объяснения довольно часто принцип действия сифона объясняют по аналогии с металлической цепочкой вот сейчас цепочка лежит в верхнем стакане ее конец переброшен через стеклянный блок и нижний конец свисает на уровне цепочки в стакане ну и кажется что если я немножко опущу этот конец то он перевесит и цепочка начнет перетекать вниз но однако у нас имеется какое-то трение в блоке поэтому мне приходится опустить конец еще чуть ниже и вот цепочка потекла и полностью перелилась в нижний стакан ну и кажется что здесь все очевидно и тем не менее эта аналогия может ввести нас в заблуждение потому что вода в трубке отличается от металлической цепочки в по крайней мере в двух существенных отношениях и чтобы продемонстрировать первое отличие мы собрали вот эту установку здесь левое колено сифона представляет собой широкую трубку от шприца а правое колено это тоненькая силиконовая трубочка ну и чтобы запустить сифон надо снова подсосать воду грушей и сифон работает несмотря на то что вес воды в левом колене гораздо больше веса воды вправо и получается что сифон похож на сообщающиеся сосуды в которых вода перетекает с верхнего уровня на нижний но и все фоне вода перетекает с верхнего уровня на нижний но только в сообщающихся сосудах вода течет по трубке которая проходит под сосудами а в сифоне по трубке которая проходит над сосудами а теперь давайте поговорим о втором отличие металлической цепочки от воды в трубке сифона металлическую цепочку можно растягивать и она отлично выдерживает это растяжение а вода в трубке растягиваться не может и даже когда нам так кажется что мы ее растягиваем например втягивая воду с помощью шприца на самом деле воду заталкивает в трубку атмосферное давление а теперь давайте обсудим как распределены силы натяжения вдоль цепочки но в установившемся режиме цепочка движется с постоянной скоростью а это значит что 0 и сумма сил действующим на любой элемент этой цепочки равна нулю ну вот один из таких элементов здесь выделен красным и мы посмотрим какие силы на него действуют ну конечно это во первых сила тяжести про которую все всегда помнят а во вторых это сила натяжения цепочки ну и чтобы сумма сил полная была равна нулю сила натяжения действующая снизу должна быть меньше силы натяжения действующей сверху и поэтому получается что сила натяжения у нас растет снизу вверх вдоль этой стороны цепочки но когда мы начинаем двигаться самого низу здесь сила натяжения очевидно равна нулю она увеличивается увеличивается достигает максимума верхней точки а в эту сторону начинает уменьшаться ну и всегда здесь сила натяжения равна весу нижней части цепочки вот она уменьшается но здесь сила натяжения не равна нулю она равна силе натяжения на этом же уровне вот с этой стороны и это не нулевая сила и сообщает сразу же не нулевую скорость вылетающим снова звеньям цепочки а теперь я проговорю все то же самое уже для сифона и я буду работать в простейшей модели в которой буду считать что трубка имеет постоянное сечение а это значит что в силу принципа непрерывности вода будет двигаться по трубке с постоянной скоростью и кроме того буду считать что жидкость не вязкая и сил вязкого трения нет ну и теперь давайте выделим тоже какой-нибудь элемент жидкости поскольку он движется с постоянной скоростью это значит что по второму закону неют она сумма сил действующих на него должна быть равна нулю какие же это силы понятно что это сила тяжести чем она может быть равновешена только разностью сил давления сила давления сжимают жидкость но при этом сила давления действующие сверху должна быть меньше силы давления действующей снизу тогда этот элемент будет двигаться с постоянной скоростью а теперь давайте пройдем вдоль трубки сифлона начиная с этого конца здесь давление атмосферное мы видим что давление снизу должно быть больше чем давление сверху стало быть давление у нас падает вдоль трубки и достигает минимума самой верхней точки а дальше давление растет в другом колени но она даже на выходе из трубки все еще меньше атмосферного но давлению равно давлению вот на этом уровне а здесь на входе в трубку давление чуть больше атмосферного это атмосферное давление плюс давление вот этого столба жидкости и получается что у нас здесь на входе есть разность давлений которая и обеспечивает разгон жидкости на коротком участке и сообщаете эту скорость с которой она потом движется вдоль трубки сифона и чтобы посмотреть на это понижение давления в трубки сифона мы собрали вот такую установку это все тот же сифон но верхней точке мы подсоединили датчик давления сейчас стрелка датчика стоит на нуле потому что мы уже вышли из его показаний атмосферное давление в 100 килопаскалей отсасываем воду в трубку и мы видим что показания датчика упали на три килопаскаля или 30 сантиметров водяного столба это и есть уменьшение давления в трубке сифона по сравнению с атмосферным вообще-то разность высот между верхней точкой где подключен датчик давления и нижним открытым концом трубки сифона составляет 37 сантиметров и по нашей простейшей модели разность давления должна составлять 37 сантиметров водяного столба или 3,7 килопаскаля а на опыте у нас получилось 3 килопаскаля на 7 десятых килопаскаля меньше чем предсказывает теория но мы можем списать эти 7 десятых килопаскаля на действие вязких сил сопротивления и вот это падение давления в верхней части трубки сифона существенно влияет на работу длинных сифонов ну давайте сначала рассмотрим сифон у которого входное колено сравнительно невысокое а выходное опускается больше чем на 10 метров но тогда по нашей теории давление в верхней части вообще должно стать отрицательным чего конечно реально не происходит раньше вода закипает при низком давлении и струя становится прерывистой но сифон все равно продолжает работать потому что атмосферного давления хватает чтобы поднять воду по входному колену до этой верхней части а теперь давайте посмотрим что будет если мы увеличим высоту входного колена если мы сделаем его больше 10 метров то атмосферного давления уже не хватит чтобы засосать воду до верхней точки и в этом случае сифон работать точно не будет и об этом знали уже древние строители акведуков и учитывали это в своей работе и точно так же понятен ответ на вопрос который довольно часто обсуждается а именно будет ли водяной сифон работать на луне в условиях высокого вакуума ответ конечно нет потому что уже при давлении 2 килопаскаля вода при комнатной температуре кипит причем кипит по всему объему ну и соответственно непрерывность струи будет нарушена там все будет насыщена водяными пузырями с вас с водяным паром но химики приложили усилия и к настоящему времени создали уже достаточно много ионных жидкостей ну которые представляют собой соли с температурой плавления меньше комнатной то есть они жидкие в твердом состоянии представляют собой ионные кристаллы и они состоят не из молекул как вода например или атомов как ртуть а из ионов которые сильно притягиваются друг к другу и за счет вот этого сцепления даже при очень низком давлениях непрерывной струи в трубке сифона сохраняется как вы видите на этом кадре взятом из ролика ссылка на который прикреплена к описанию нашего ролика внизу а теперь перед вами устройство которое называется воздушный сифон значит у нас есть мерный цилиндр который заполнен водой заранее и открытый его конец опущен сосуд с водой в этот цилиндр заведена трубка один конец который пока что зажат а другой конец выведен так что он находится выше уровня воды в сосуде но теперь откроем этот конец и внутрь цилиндра пошли воздушные пузыри и он постепенно заполняется воздухом ну я думаю что вы без труда объясните как работает это устройство а ваши соображения пишите в комментариях к нашему ролику на ю тубе